Ребят, ну как вам спортзал новый? Отлично! Отлично? Будете заниматься здесь? Да! Молодцы! Сколько раз в неделю ходите? Пять! Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Тетюшском оборудован всем необходимым. В ФОКе общей площадью более 300 квадратных метров разместили универсальный спортзал, раздевалки с душевыми и административное помещение. Комфорт спортсменов – залог будущих побед. Вот у нас призер как раз. Чуть-чуть у нас на ПФО на последнем вступал. Чуть-чуть уступил, хотел, я понимаю, много. Сколько? 15 лет? Сколько лет? А, 14. 14. Ну, это будущий Александр Керилин, да? А Россия? Где будет Россия? Ну, как работать будет в спортзале, да? Данные-то есть? Есть. Есть. Ну, все, значит, боролся красиво. За последний год он вообще здорово прибавил. Нет, но... Молодец. Так что, ребят, равняйтесь, вот у вас уже есть будущие чемпионы, вот равняйтесь на них. Спорткомплексу присвоено имя мастера спорта Советского Союза по вольной борьбе, заслуженного тренера Российской Федерации, арбитра международной категории Валентина Андреевича Газоева. В течение пяти лет он тренировал детей, обучал их азам вольной борьбы. Его воспитанники добились высоких результатов. Один из них – местный тренер Сергей Клочков. С садика начинаю, потихоньку, вот с садика в этом году где-то человек 8-10 пришли заниматься. Потихонечку, потихонечку их втягиваем, нагрузки такие большие не даем, чтобы любовь привить в борьбе, в спорту, в ресурсу. Сколько ребят всего занимаются? Где-то, как вот, человек 40-45, ну, постоянно где-то 35. Не борьбой единый притягателен новый спортивный объект. На прилегающей к фоку территории появились площадки для мини-футбола, баскетбола и воркаута. Плюс ко всему зал может использоваться для проведения уроков физкультуры. И, конечно же, физкультурно-оздоровительный комплекс открыт для всех жителей села.